Доброго времени суток, сегодня мы смотрим Викинг Кап 103 уже, и у нас идёт 1-16 этого Викинг Капа, и играет команда Лэх против команды ЖБ. К сожалению, я не знаю, как расшифровывается Лэх. Ну, Лэх нагибатор 228, это, конечно, ник такой, это просто про. Мне при помощи сейчас сидит какой-нибудь такой взрослый, уже состоявшийся человек, и ведёт себя как школьник, Lost Hope. Ай, как Lost Hope, последняя... Я не знаю, правильно расшифровывается, ну ладно. Вообще не расшифровывается, переводится, ну ладно. Не в этом сутки, ну что, сейчас тут пики начались. Радиант Тим Бан. Что у нас сейчас сейчас будет? Здесь забанили Фантом Лантера, забанили Абадона. Ох, как? Не, ну первым баном банить Фантом Лантера, даже не знаю. Обычно это такие герои, которые больше дизейбл, я не знаю, которые могут реально нарезать. Но Фантом Лантер, да, это хороший персонаж. Но опять же, надо ему очень долго впарнить, я не знаю. Очень долго, хотя бы минут 30, чтобы у него появилось пара-тройка хороших артефактов. И что только потом он начнёт нарезать. Хотя в пабах бывает и не такое. Но это уже не паб, это высшие уровни паба. Поэтому здесь должен быть что-то... Они что-то знают, команда Вастхова, пособие на Гибатор 228. Парнили Фантом Лантера, забанили Абадона, забанили Пуджа. Забанили Булю. Я не знаю, это, по-моему, такие, просто рандомные баны на самом деле. Ну ладно, Фантом Лантера, я ещё могу понять. Ну, Пуджа, вот, ни разу не веришь, чтобы Пудж был играбельный на данных играх. Ладно, в пабе он периодически, там, так, бывает, нормально заходит, если и на парень играет скилловой, но где нету тимплея, там, где нету вардов толком, вообще ни черта нету. Та-дам, да, ещё как-то можешь от выхитриться, откуда-то встать, кукануть, сделать фраг. Ну, а здесь, в таких играх, я, не знаю, ни разу не уверен, что Пудж был бы нормальным пиком. Когда Гиби показывал, что можно играть неплохо, но у нас ответный пик от команды Вастхова. Это Бэйн. Бэйн, это мощно. Сразу два дизейба в одном персонаже. Что ульта проявляет сквозь БКБ или он? Ну, решили забрать, на самом деле, курс саппортов. Ну, почему бы и нет? Вполне осталось всего-то взять Мидера, Гэри и персонажа, который будет ставить соло-лайн. Ну, вот тут с этим-то могут возникнуть проблемы. В принципе, забирают Мирану, ну, есть... Градиант-тим бэйн. Не знаю, как играет команда СЖБ. Интересно, что на Вастхова будет ставить против них? Ну, забанили Сларка. Ну, сейчас, при условии, что уже в Антон Лансера забанили, сейчас, скорее всего, Эмма забанит, я не знаю. Сларка забанили, Гулю забанили. Там Вивера, Крикса, в принципе, ещё есть кого-то банили, чтобы в те было Кэрри. Ну, плюс то, что у Вас Хоуп сами одного персонажа Кэрри забанили, забрали двух саппортов, то... В принципе, Пул Кэрри ещё огромный. Тот же Челус Канай, тот же Тинни. Ну, Тинни, блин, хорошо с Испом, по сути, заходит. Резерв-тайм. У меня даже не знаю, может быть, они сейчас что-нибудь покажут. Есть сильнейшую доту, как вариант Кунькеевич, Дум. Ну, да, в принципе, Кэрри очень много. У нас уже пошло дополнительное время, что-то ребята напрягаются, что-то школьный. Нагибатор 228 задумался, не знает, что ему пикнуть. Дримсикер. Ай, и просто Лича пикнуть, говорю, забанит. Да, Герон Коптер, ну и команда ЖБ банит. Диматор 228 задумался, но в принципе, там еще остался А.М. Который, блин, опасный парень сам по себе. Лица может только так ломать. Тем более Гули нету, хотя... Там, в принципе, Алхимик здесь у нас есть. Такое впечатление, что этот Алхимик в очередной раз будет саппортом, не будет убивающим таким Алхимиком. Ладно, в принципе, не в этом суть. Пять секунд осталось. Резерв-тайм. А, нет, он уже скачался, что ли? Дай, Тимпик. Фига, ты так быстро? Ну ладно, тогда все нормально. Извиняюсь. Ладно, здесь у нас забанили Вивера. Пик нужен Тимбер, сокоманда Ласт Хоуп. Ну и Тимбер, да, конечно, хорошо нам нужен персонаж. Ага, там же есть Тракса. Мегаубиватор. Вот Тракса было бы круто, на самом деле. Или Рики. Ну, блин, Рики, опять же, легко Контрис достаточно купить гем, и все, и Рики там будет бесполезен. Ну, нет, Тучка, хотя его всегда полезно, но все же надо уметь ее кидать что-то по-царски, чтобы прям в пятерых попадать, и они из нее не могли выйти. Особенно, когда есть Диффуза на Рики, это реально забей из Тучки, просто невозможно выбраться. Здесь ответный пик Рубика на Рубика. Здесь, собственно, понятно, будет саппортом. Я сомневаюсь, что здесь какой-то другой будет Рубик. Прямо как саппортящего. Ну, ладно. В принципе, не в этом суть. Рабик, Рабик, просто пикают Рабик. Рабик, Инвокер, Санстрикер. Ну, ладно. Ну, я бы на самом деле все звезды на Инвокера посмотрел, который хорошо попадает в Санстрайк. Это приятно всегда смотреть на такого Инвокера. Хотя иногда бывают типичные моменты, когда Инвокер, наоборот, не попадает с Санстрайками. Это печально. Бывает. Ну, это редко такое, на самом деле. 5 секунд remaining. Ну, и здесь у нас 4-й пик, и команда у нас. Фоуп, это у нас ОД. А вот World Devourer. Devourer. Окей. Ну, что ж, надо чем-то его забрать. Хотя, в принципе, Рубик здесь воровать его ульту, наверное, будет не самое полезное. Хотя, то есть, Рубик будет у Илона воровать ульту. А это такой приятный бонус, на самом деле, когда там просто Бэйна считает сваншотил. Бегает там Бэйна, осталось у него 500 хп, буб, подбежал ультой, телекинезом поднял, и все, и забей. Это минус Леон сразу же. Там, Балтецким еще приложил. И там, все. Боевые секунды остались. Это crazy фраг просто. Ну, или Хексоныч от этого, опять же, от Леона. Резерв тайм. Ну, я имею в виду, Рубик, который своровал Хекс Леон. Это такое, буду делать не самое приятное. Тут пошло дополнительное время. Ну, и что-то команда ЖБ задумались. Видать, не знают того, чего знаем мы. Ну, что ж, надо пикать кэрри. В принципе, это, в принципе, может быть, алхимик. Такой фармящий, который будет всем лиц отрывать. Хотя против АД, ну, может быть, достаточно собрать БКБ и нормально будет. Хотя, там, Бэйн тоже сможет задизаймить, там, ультой сколько там, 4-5 секунд. 5 секунд, и это просто вайпер. Ну, да, в принципе, так оно и получается. Ну, да, в принципе, вайпер с аганимом, там, 500 урона получается за 5 секунд. Если он там, ульта у него, да. Так, а, длительность 5,1. А, ну да, плюс 5 секунд. Периодический урон. Ну, да, в принципе, так оно и получается. Ну, как у бурал. Резервный час, это не free, you know. 500 урона, такое, не самое приятное. Там, буквально, за 5 секунд тебе 500 урона прилетает. Как тут забей. Еще плюс вайпер нарезать. Ну, я не знаю сейчас. На самом деле, вайпером можно поставить имид. Хотя, ставить вроде Флот Дэй, ему будет проблематично. Ну, и тут у нас банги на бансера. Ну, и ответ на банджи гернаут. Ну, вот банги на мансер, банджи гернаут. Ну, да, в принципе. В команде Ласт Хоуп нужен персонаж, который будет играть. Это будет просто Фантом Ассасинс. Радиент-тим пик. Я не знаю, мне сам персонаж нравится, но как не играешь? Если у тебя в команде он есть, я за него играю, вот за Мартру. Только все забей. Мы просто просираем там, с Ассасским счетом. Даже просто и фармишь, ты не фармишь. Собираешь, ты не собираешь быковой. Все равно в драках такая лажа получается. Убиваешь, ты не убиваешь. Не помогает ничего. Ну, это может, просто у меня такая карма. И я тупой рак. Поэтому все так плохо и происходит. Ну, ладно. У нас тут в ответ на 5-й пик. Это Клаквург. Клаквург. Литл бит. Маленький бит. Так, Сайви. Ну, Сайви говорят, что грек на самом деле. Ну, а что я вот... О, нагибатор будет стоять, Митлол. Хорош. Сейчас, сейчас... Нагибатор будет нагибать. Ну и у нас, походу, у кого правильно? ГДВН. Мамка заставила делать уроки. Все. Прессанули его опять. Иди делай уроки. Как это уже было несколько раз. Тут, 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 тут. Бэйн. Какая-то есть? О, и он, походу, нестандартный, да, дед? Неплохо так смотрится. А что у него рук помощи? Ну, по-любому тоже же не считает сейчас еще тут. Тут, тут, тут. Плач с воротником, рарный, это мантик. Моча отского самого Никола. Круто. Вот как он... Что это за хрень? Лалс, не знаю. Ладно. Ну, и не одетая. Где-то вот, вот реально. Гадеты красиво смотрятся. Здесь у нас Мартак тоже не одетая. И что так тут? Вайпер. О, вот Рубик. Рубик одет с одним глазом, к сожалению. Смотри, даже три сокета. Пустой, где-то тут помощи установлено. Ларгов. Ну, по-любому уже не считает сейчас. Я вот уверен в этом. А я думаю, за Рубика то все-таки играет как-никак. Ну, и так понимаю, у нас сейчас будет медовый вайпер, в принципе. Да, почему бы и нет. Медовый вайпер это всегда прекрасно. Вот стоять против ФОД. Тем более, когда на нем играет нагибатор 2-2-8, это забей. Я там просто буду унижать на лане. Вот так вот брать и унижать. Надо порядочко навестить. Ну, что ж. Ну, где-где этот Рачелло, вот этот наш капитан команды ЖБ. Что-то их не хочет играть. Прямо вот. Все. Не забил. Хм. Вот смотрю, в прошлый раз, когда смотрели, и говорю, так, ГДВН одну минуту просит. Да, мне бы тоже одна минута не помешала. Ну, ладно. Жалко, на Бэйна нету артефактов. Так-то реально тут ему можно было что-нибудь придумать. Смотри, вот. Просто даже с такими никами они не реагируют адекватно. Бывает, что с нормальными никами там столько агро, столько хейта. Тут меня даже это... Не заставляли выходить, что самое удивительное тут. Так, все. Так, что, свапнули, что ли, героями нет? Все-все нормально. Так, фатма у нас будет фармящая. Литл бит будет стоять. Соло, скорее всего, изи, да? Или нет? Или нет? Да. И вот проявили изи, и сейчас трипла будет стоять в харде. Здесь у нас от Дэмит, Тимберсо, Соло, Низ, ну, и Бот Лейн. И здесь у нас будет стоять фантомка, или не Соло. Да, Соло. Здесь, в принципе, нет. Смотри, 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 а что они делают? Вот так вот оплетел змея, реально тоже крутая моделька змея на самом деле. Можно было бы на нем еще летать? Это вообще было бы шикарно. Ну, ладно. Так, да, трипла у нас уходит наверх. Ну, вот, печально, что это фантомка. Сила 530 хп, это считай. Лишь... Что хотел сказать-то? Тут даже Рубик поднимает станом телекинезом. Алхимик туда станчик дает, еще от Мирана прилетает стан. То это реально забей. Это очень много урона. Так, Тимбер хорошего руды поставил на руну. Всю движуху, которая здесь будет происходить, палить будет. В принципе, правильно. Так, Курьер... А, он в Курьера вложил в Варт, и сейчас про это врат. Ну, в принципе, хитро, хитро. Так, Варт сейчас, наверное, уйдет куда-нибудь наверх. Да, тут не помешал бы на руну куда-нибудь. Не знаю, сюда можно успехать. Удачи, весело. Я не знаю, либо он специально так пишет, либо он реально играет. Пытается ГЛХФ перенести. Глхф. Вот, вот, отлично тут у команды, к сожалению, уже бы не было. Ну, в принципе, ну, это не сильно напрягает, если тут у нас... А, у нас же ОД сейчас может умереть. В принципе, если саппорт у него зайдут, тут Сави, Сави, Сави Рачела. Нет, не Рачела, первый скилл вкачал. Смакевич, да. Алхимик. Алхимик с Рубиком. Ну, и ОД начинает получать уже по голове. Так, Рубик поднял. Хорош. Сейчас, ОЛХИМИК. Санецкий. Сави. Так, да ладно, он спрятал, ОЛХИМИК, когда это ФПБ дергался? Хотя можно было дать байкеру. Вы, в принципе, его сами все видели. Ну, это ФПБ, это вот просто такой наглый заход, причем намечался успехом, вот, в борзую. Ну, сейчас у нас там пока что подмасс стоит, конечно, терпит. Ну, саппорты придут. Я думаю, подмасс там у Фантомки сразу станут проблемы тут. Ну, все это такое, 400 хп, это реально забей просто. Поднять стан, болт и там от подмасс считать Старшторм, это все минус. Ну, еще надо, конечно. Попасть. Так, Рубик. Рубик поднял. Алхимик, Старшторм, подмасс. Ну, тут Лип есть, если что. А, у нее прыжка нет, ВОЛ. Так, Лип юзается. А, вот все, прыжок появился, и у нас Фантом Ассасинс уходит, Марта, красавица. Все правильно сделал. Вот, печально, что Мирана на тот момент не было ни первого, ни второго скилла. Ну, и Рубик тут. Конечно, с Алхимиком тоже. Алхимику не хватает первого скилла, Рубику его болта не хватает, что там наказывать. Ну, и снизу, что у нас тут? Тимберсо против Клокверка, ну и Клокверк с Тимберсо пока что тут примерно одинаково. Ну, по добитым крипам, по убитым, по добитым, вообще норм. Шестой ПУ. Ладно, Д, Денай. ПУ. Не, я не могу перевести. А, ну, Д может быть добит еще, как вариант. ПУ. Я не подозреваю, что это может быть. Ну, и тут у нас Вайпер третий левел, пока что пассивочку вторую, ну, третью не качал. На самом деле, она здесь понятна. Так, у нас тут подмазь, где лак на Рионе. Ну, в принципе, сами понимаете, когда триплаз сейчас тут будет работать. Просто без вариантов. Тем более, она еще в станом попала. Ну, вот сейчас проблематично будет играть на команду ЛАХ, ЛАШЕ, ЛХ, ЛХ, слово ЛОХ, нет, ЛХ. Ласт Хоуп, короче, вот так назвать, потому что неудобно. Окей, так тут, ну, вот, в принципе, это сейчас у Вайпера просто интеллекта нет. Ну, интеллект пока что есть, но скоро его не будет такими темпами. Ну, в принципе, так, спрятал, хорошего, дед, подлечу, тут у Вайпера просто 182, а на пункт это мало. И здесь сейчас, наверное, дальше будет быковать, да? Так, Рубик, Рубик. Да ладно, да еще ему Монорекс бил крип, вот что-то. Ай, ну, что это такое? Ну, ну, ладно, в принципе, по-моему, он все-таки не успел добить крипа, но фейт-болтом это тоже жахнул. Так, Курьер распалил, Данил Маркович такой боевой хряк тут бегает постоянно. Палец, вот вижу, здесь нормально, да, называется Курьер? Ну, да. Одна из многих команд, которые решили не переназывать. Хотя, вот Данил Маркович, что ж прикольное название. Где-то видел название «6-й игрок команды». Ну, это на просто сцене, конечно, где-то встречается. Ну, вот, на таких командах довольно-таки редко. Может, какая-нибудь хрень получается. Ну, что у нас здесь снизу? Снизу у нас Клопверк идет, ну, тут одинаково. Нет, по сути, по крипам. Тут праздница в 1-2 крипами сильно большая. Так, хорош, он химик, стан. И потой, да ладно, пот муличка попало, астана тут хексоныч, но это минус, да. Патма делает очередной фраг, замедление, Патма, лип. Вот, как-то можно попробовать его крутануть. Нет, решила не паковать. Вот, ребята, наносит в два раза меньше уроны героя. А тут же там есть, что куда-то его кидаешь, даггер это может тоже критануть. Или только с появлением 6-го левела вся эта движуха появляется. Ну, ладно. Так, ну и айфорекс у нас потихонечку богатее. Тут, в принципе, если глядать, ну, да ладно, 4 минуты, 4 игры. 4 минуты игры, думаю, тут же преимущество какого-то, наверное, где-то в полтишок. А, ну, даже в 1000 уже, ну, идут в 500 по эксперт, ну, и в 1000 по золоту. Хотя ладно, так. Ну, это нормально такое преимущество. Ну, за задат так хорошие. Тебе достаточно только додавить будет, я считаю, они победили победу в кармане. Так, садин не добил. Так, садин не вакуил, он не вакуил. Ну, скорее всего, ботинок, ну, там, скорее всего, квил, но, там, там, скорее всего, квил, ахатин. Так, эгибатор 228, рубик поднимает, они рубика, понимать, а, так ли, мать, не дает, она не дает. Проказ-то рубика смогли забрать. Ну, что ж, не зря вайпер бока ваху, что-то я облаканщил. Печально, что у команды Last Hope нету варда, они здесь. Не, ну точно, дорогой, либо сюда вард поставить, либо сюда вард поставить, чтобы вот тут таких вот наглых смоу-гангов не было. Я тут такая довольно-таки бегающая добыла, тут тяжело, наверное, контрить. Так, поставили вард инвиз, а инвиз, говорю. Ну, всё, спалил, Тимберсо теперь уходить не будет, в принципе. Баргает, да. Всё, 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 движуху, спалил, Рубик заработал пол-тишок, нормально так. Рубик тоже богатеет потихонечку. Ну, так вот, если посмотреть по крипам, то у нас пока что из команды ЖБ тут два топовых крипстата у Патмы, которая стоит фактически соло, она тут стоит против триплэнда, тут передически приходят саппорты и наказывают. Ну, и потом Вайпер, который стоит мид против ФД, там УД у нас два раза фиданул, да, по-моему, да. Два раза, к сожалению, ФД у нас умер, тем более он отдал ФБ. Ну, ладно, такие мелочи. Так, что они, курьеры хотели на мясо отдать? Ну, она бывает. Так. Угу, инвиз решила. Ну, не инвиз, а третий скилл. Не, в первой части это было круто реализовано, по сути. Там из карты ты тоже пропадал, периодически, считай. Здесь, здесь тебя не было видно, так он просто размывается, не особо круто смотрится. Вот в этом плане первый датанчик был круче, всё-таки, как не крути. Ну, и Тимберсов у нас не качал Тимберчейн, и за это он сейчас может воплотиться. Так, алкемик, стан, ультургинерсов. В принципе, Клокер, фикшот батареечки. Ну, и сейчас его можно забирать. Тут даже Рубик где-то. Да, что-то страшно. ГДВП, ГДВН, тут вообще нормально. ГДВП, даже у нас решил второй секретарь, красиво, что-то, что-то, что-то неплохо идёт. Пока что ни одной смерти не было. Ну, что ж. В принципе, надо тут саппортом команды ЛАШ, чтобы у нас приступать, как-то что-то делать. Так, здесь сейчас, сейчас Макевича не забыл. Сюда надо сзади зайти, вот так вот, вот. Вот так вот сзади зайти и забрать. Мне кажется, сейчас уже Вайпер скоро будет соло забирать. Это такой седьмой левел. Ну, вот, Вауэр у нас шестой левел. Так, Вайпер храсит. Ой, да ладно, всё это за бедный минус Вайпер, очередной раз. Валхимик, стан, ай, спрятал, да ладно? Нет, не уйдёт, и Алхимик в итоге сам себя застанивал. Вот в этом моменте он да хорошо сыграл, как ни крути. Ну или Алхимик долго думал, что-то он что-то делать. Надо сразу же было кидать там, там, было бы забей. Ну что ж, для временем счёт 6-0, ну и по графикам. Да, тут 3 тысячи, тут 3 тысячи. Ну, по золоту, наверное, уже больше, чем 3 тысячи, там, где-то в районе 4-х, но всё же. Это реально забей, это слишком большое преимущество. Ну и как-то ещё, пока что не слишком большое, но всё же. Так, вард, который вот, я не знаю, вард тут уже лежит, если так не соврать, то минут 7, наверное. Вот этот вот один-одинёшный ботинок, наконец-то, когда-то там... Комартере, наконец-то, ботинок решил прилететь. Ну нормально, ещё и вардец можно забрать и поставить. Саппорты, саппорты там, вард лежит, если что же. Слоу, вайпер, соло забирает ВД. Ну да, в принципе, тут у вайпера это 2 фрага, 2 ассиста. Ну и ОД 4 раза умер. Ну, неприятное дело такое. Ну, ладно. Так, Клокерк закрыл, Коги получает. А Тимбер, Тимбер, ультой не угадал, куда надо было чуть дальше. Наштаговый считай, что попал в Клокерка. Ну ладно, у Клокерка тут тоже всё прекрасно. 21 крип у Тимбера, 14, ну, все, что вы сами всё видите. У вайпера топовый, за ним идёт Патма и уж следом Клокерк. Вместе делят третью, ну, третью-четвёртую строчку с, вот, как я, с Мартреткой. Ну, с Фантом Ассасинс. Ну, а что ж, ну, это когда, это тяжело на самом деле здесь выиграть. Тут надо собраться и к команде Last Hope, чтобы отыграть. Ну, желательно. Вот, ну, неинтересно 7, ну, хотя бы 7.1, что ли, сделайте. Надо напоминать мне вчерашнюю игру, по-моему, в Патме. А, спрашивай, ай, пакет хороший, это всё, это минус. Да, так сам себя засадил, ну, вот, мальчик успел Леона забрать, Рубик Бэйна. Да Леон-то умер, как так, когда настрелы у него попал. Волон вообще не туда полетел, ну, ладно. Здесь уже два фрага делаются, ну, это, это, это обидно на самом деле, вот такие вот игры. 5, 9-0. Ну, 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 куда-то Киры. Надо хотя бы, я не знаю, там, 11-11, что-то интересно. Когда каваны идут равные, только тупо за счёт скилла выиграть. Это тоже, ну, всё, это, это, это минус, да, вы должны понимать, что это минус Леона. Да, 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 да. Да, вообще не торт, если честно, ни разу так у нашего лагера появляется. Яша тут, вот, Киры делает фраг, но главное, чтобы Фантомка не умирает. Фантомка, беги, у тебя ноль смертей, беги, Форрест, беги, беги. Не знаю, беги хоть куда-нибудь, в леса там ещё... Нет, всё, это минус. Факинг Дэд Стал, нет, не певни. Это минус Леон. Да, это минус Леон. полы, это на 10-ой минуте. Так, так, ОД пришёл. Башню забрали, алхимика надо наказывать. Но алхимика здесь, по сути, нельзя звукать, алхимик. Аккурчевать стан, ОД. Хигсоныч, Хигсоныч, алхимик, алхимик! Сам себя застанил, ну всё, это минус, алхимик. Да. Смотри-ка живёт, да ладно. Сейчас ещё и убежить, небось. Да, смотри, да ладно. Патма, стан, инвест, ну хоть что-нибудь, спаси ты своего тиммейтера. Да, это было и пишло на самом деле, ну просто раз персонаж, два персонажа пробежали мимо него, а он здесь в нагрузку сделал телепорт. Да, но пока могла бы дать, по крайней мере. Там у нас Вайпер ломает тавр вместе с Рубиком, ну тоже сучас. Ребят, без обид, если кто-то из той команды смотрит, но это... Это реально, это не дота, это какое-то избиение просто. Когда в пабе берут пять кэрри, и никто не хочет ни Курьера покупать, ни Бордана, ни Бордан, ни Мекки, вот и что-нибудь такое. То есть это какой-нибудь там, я не знаю, Сларк, Фантом Лансер А.М. Ну ещё какие-нибудь персонажи, которые реально только в кэре могут тащить, а так они не так печально им жить. Так это, примерно такое же получается, и то там периодически фраги получается делать. Ну ладно. Да, конечно, 14-0 не самое приятное тут, даже если посмотреть. Вот тут, понимаете, да? Архимик богаче Мартретки. Сейчас Рубик будет богаче Мартретки. Нет, это обидно. Это вот не самая лицеприятная такая игра. Но это что-то показывает, что в команде Ласт Хоуп надо собраться и что-то поменять в своей стратегии. Уж слишком много эта Даблана бегала, надо было тоже, наверное, другой Дабле. Вот Дабле из команды Ласт Хоуп бегать, чтобы стараться забирать кого-то, а не вот так вот печально отыгрывать. Тут даже у Клокверка ноль смертей. Один, четырнадцать ноль. Понимаете, да? Это за тринадцать минут четырнадцать убийств. Ни одной смерти. Я не знаю, если бы такое было бы на Астроладе или там какую-нибудь команду унижали. Я бы ушел, наверное, из-за сцены после такого. Так! Алхимик, Алхимик! Ду-ду-ду! Так, спрятал. Хорош, здесь еще моргает. А тут Рубик в Смакевичи. Алхимик накручивается, там прожимается. Сейчас Алхимик. Ну ладно, Алхимик сейчас, как говорили, не даст. Нет, Алхимик не говорили, что не говорили. Там положили троих. Ну и Рубик у нас в итоге забирают только Финдерсон. Ладно, это просто минус пять. Это Тим Вай. В плюсом, что... В минусе, что тут уже можно выиграть. Такое преимущество, наверное, невозможно отыграть. Хотя, ладно, бывает, что мы и 19-2 смогли как-то отыграть. Но там у нас была реально команда Харри посильнее. Задорцы, в мидл-тавер, все, иди, сейчас! Хотя ладно, не в этом слой, ну ладно. Так, больше у нас тут Т2 на мидл падает команда. Ласт Хоупчер. Дайя, в мидл-тавер, вы должны защитить здесь. Дайя, в мидл-тавер, в общем. Вот как бы нам этот анонсер намекает, что надо делать в Датаныче. Так, Тимберсой, восьмой левел. Ну, по натворцу принцип, сами видите. Рубик богаче Мартры. Которая стояла в Треплее и фармила. Ну, как фармила? Я бы не сказал бы, что она так сильно фармила, ну, что... Таких скрипами она дралась, по крайней мере. Но... И это выход в персик. Правильно? Зачем собирать БКБ? Это же такой бесполезный артефакт, по сути. Так, Рубик спрятали станом. О, нет, ну ты мидл-тавер, Рубик! Как-то потеряли Рубик, Карачеллы. Ну, и сейчас, сейчас, ОД заултил. Вот он, нет, нет, не знаю. Этот станк, как зайцу стоп-сигнал. Ну, пофигу было. Ну, вот так вот. У Байкера появляется Мека, Хукшот. Ой, да. Хукшот, да. Хукшот, да. Хукшот, да. Хукшот. Это реально просто размет 4 в 1. Ну, Ластхоп хотя бы сделали фраг. Уже, уже неплохо бывает, что фраг у него. Это там удаешься на старта. Совсем печально. Ладно, не в этом сути. Так, тут у Вайберс нет, конечно. Вайберс лохай, какого я видел в парбе. Хотя, с таким счетом, почему бы и нет. О, хороший. Боль получилась вот раз. Ну, да, 23-1. Не знаю, не знаю. По мне еще аналитная кара какая-то. Ну, это все минус. Просто минус Байрон Крик, спрятали, стан. Ну, это минус ОДС сразу же. Снова забрать. Да под кого-нибудь, ребята, ну пожалуйста. Просто уже дерутся в наглый по таврам. У нас Патма богоподобно. Не знаю, это 9-0-7. Уже есть манта-стайл алхимик. Накручивает танк в Тимберс. Прилетел, он Тимберс здесь идет. У него Тимберс 2-го. Ну, вот поэтому мы его, наверное, и наказывали изначально. Так, так. У нас тут потихонечку падает бараш. Бэйн, Бэйн, Бэйн еще 5-го. У-у-у-у. Да, печально на самом деле. Все-все-все-все-все-все не сильно высокого уровня. Ну, за счет того, что у нас просто командное игрозу пищили во мне. За счет смоу-гангов от саппортов. Изначально... Бэйн так, фурстап! Да, вот, эээ. Ну все, это не тусо-гэ. Его нельзя здесь сейчас фурстать. Да. Да, Грики, оказывается, не во всеми надо играть в боту. В гг, да. Трастхоу пишет GD. Ну, я бы не написал бы, что это лопэ на самом деле. Ну, не хватает, потому что они могли здесь побежать. Пик у них хороший. Да, ну, пик довольно-таки мощный. Главное было дать мантере нафармить, как все это было бы забей. Там у всех не мантовало. Ну, не дали нафармить Банфом Ассаси. Мы просто сыграли со счетом 29-1. Игра даже не продлилась 16 минут. Ну, 15-51. Пускай это было 16 минут. Ну, ладно. Что ж, всем спасибо за внимание. До скорых встреч. И чтобы у вас не было вот таких вот печальных игр, когда счет на самом деле 21-9. Это позор. Нельзя так играть.